Ииии всем привет! Among Us очень интересная игра, но многим как-то уже надоели стандартные правила. Именно поэтому сегодня я придумал одну интересную систему. Мы будем играть в Among Us, но мы все будем предателями. У каждого из нас будет какая-то одна цель, кого нам нужно убить. Например, ведущий скажет, что мне нужно убить Крэйзи. А у Крэйзи тоже будет какая-то цель, например, ему нужно убить Фортика. И так далее. Всего у нас 8 людей. То есть мало того, что нам нужно найти свою жертву и убить ее, но нам нужно еще и пытаться вычислить вашего убийцу и тоже его убить. Потому что если я, например, на 100% буду знать, что кто-то мой убийца, ну, то есть он прям будет бегать за мной, стрелять в меня, то я могу его убить. Думаю, что это получится прикольно. Начинаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кстати, я для этого видео построил вот такую вот интересную карту, на которой мы сегодня будем играть. Сейчас ждем, пока ведущий нам напишет наши цели, и сразу начинаем. Так, мне нужно найти и убить КТ. Ну, ладно. Давайте тогда его искать. Только нужно это делать аккуратно, потому что тут есть где-то и мой убийца. Я даже не знаю, кто может быть моим убийцей. Его надо тоже как-то пытаться найти. Вот. Так, ну что, где там КТ? О, Симпа уже кого-то убил, значит, он точно не мой убийца. Хорошо. Так, КТ, привет. Ой, я улетел зачем-то. КТ. Ладно, давайте... Давайте где-нибудь здесь постоим, потому что... О, КТ! Привет. НЕТ! НЕТ! Черт, я его не убил. Все. Все, минус КТ, отлично. Теперь я расправился со своей жертвой. Мне нужно просто как-то найти моего убийцу. И тоже его как-то убить. Я даже не знаю, кто может быть моим убийцей, потому что... Ну, это точно не Симпа. Так, кто им может быть? Если вы знаете, можете написать в комментариях, потому что... Пока что мне ничего не понятно. Так, ну, самое главное, это постоянно двигаться, потому что... Если вы стоите на одном месте, то, скорее всего, вас и убьют. Но это точно не Симпа. Робл, по-моему, тоже... Так, Перчик тоже вроде нормальный. Кто это тогда может быть? А может, моего убийцу уже убили? А, что? Лол! Перчик! Это был Перчик! Кстати, я его убил. Только что Перчик пытался меня убить, лол! А я что-то думаю, что он за мной бежит так. Жесть! Слушайте, сейчас, в общем, закончим игру. И посмотрим, реально ли Перчик был моим убийцей. Если да, то, получается, я справился со своей задачей. Я убил и свою жертву, и убийцу. Да, как... Как Перчик так лоханулся? Он всё это время, получается, хотел убить меня. Но никак у него это не получилось делать. Я просто как-то быстро среагировал, и сразу же его убил. Я зафиксировал данную информацию. Знаете, так обычно говорят мошенники. Значит, в этот раз Теамате. Знаете, я, наверное, не буду его... А, вот он. Знаете, я, наверное, не буду его убивать вначале. Давайте немножко войдём к нему в доверие. Ну, а потом, когда он не будет ожидать этого, я его убью. А, пока что нужно вычислять моего убийцу, потому что... Нас 10 по-любому рядом со мной где-то мой убийца. Так, Крэйзи как-то подозрительно тут ходит. Ну, он вроде... Вроде у него какая-то другая цель. Так, Теамате... Да он даже не догадывается, что я его сейчас убью. Так, ну ладно. Так, Альберт там убивает кого-то. Крэйзи вот только ходит тут. Так. Так, Альберта убил, хорошо. Кстати, ведущий стреляет в того, кто кого-то убьёт. То есть вот такое вот у нас усложнение. В этот раз у нас ведущий перчик. Так, Теамате, ну давай. Теамате, полети сюда. Теамате. Так, давайте его ввалить. Так. Пока. Отлично. Э, что? Что? Крэйзи был моим убийцей? А, я не понял. Как так? То есть он всё это время тусовался рядом со мной, и он был моим убийцей. Жесть, жесть. Слушайте, вот это поворот получился, конечно. Да ладно, мне второй раз подсунули ЦЛКТ. Что это вообще у нас за ведущий такой? Ну что ж, давайте тогда его убьём. Вначале как бы надо сделать вид, что типа я от него убегаю. Ну знаете, так прикольней. Так прикольней. Ну а потом я его обязательно убью. Да, глядите, как будто я вообще от него убегаю. Давайте сделаем вид. Потом зато будет очень прикольно, когда я его убью. Ну типа знаете, я его боюсь. Вот так вот. Но на самом деле-то вы знаете, что мне нужно убить КТ, и я его не боюсь. Так, надо вообще стоять около трамплина, потому что если кто-то захочет меня убить, я сразу же могу улететь. Вот так вот, например. Ааа, что? Симпа? Ааа, нет! Фух! Жесть! Жесть! Симпа! Симпа был моим убийцей. Но он как-то глупо спалился, он перелетел через забор гаджетом, и я сразу понял, что это он. Так, ну что ж. Мне осталось всего лишь убить КТ, и всё, где там КТ? Давайте искать КТ. Если я его убью, то всё. Я здесь выиграю. Остальные там уже расправились. Так, КТ. Надо, наверное, как-то к нему идти. Ой! Так. КТ. Чёрт! КТ! И всё. Пока. Фух! Наконец-то я его убил, это было сложно. Я чё-то там вообще какую-то фигню сделал, ульту в никуда пустил, ну... В общем, он тоже мог меня убить, но всё равно... Всё-таки, точнее, у него не получилось. Пока что никто ещё меня не убил. Ну, кроме Крэйзи. Угу, понятно, понятно. Вот это да, вот это уже новая цель, хорошо. Хорошо, тогда ищем его. Ну, Симпа вроде как свой, да, он меня не стал убивать. Так, Робл кого-то убил. Значит, это не Робл. Так, это значит не пожилой. Так. КТ. КТ может быть. О, Альберт. Альберт там. Отлично. Альберт. Так. Хорошо, всё, минус Альберт. Отлично, отлично. Минусанул Альберта, замечательно. Ну, давайте теперь вычислять моего предателя. Точнее, моего убийцу. Тиамати. Вроде Тиамати как даже от меня убегает. То есть, Симпа. Вот Симпа что-то близко со мной тусуется. Это странно, это странно. Так, КТ. КТ может быть, да. Возможно, КТ притворяется, что типа... Ну. Да, по-моему, это он. Но он должен первый начать стрелять. А, нет. Лол. Он сам от меня отпрыгнул. Просто предатель должен первым начать стрелять. И тогда только я могу его бить. А-а-а. А-а-а. Не-е-ет. Это Симпа. Не-е-ет. Симпа. Это Симпа. Симпа меня предал. Да, не-е-ет. Я не смог, к сожалению, его убить. Чёрт. Ну, что такое? Симпа просто меня предал. Я ему, значит, доверял. Я думал, что он мирный. Но нет. Вот как бывает. Вот доверяешь, да, человеку? А он оказывается вашим убийцей. Жесть. Ну, а в конце я бы вам хотел показать лучший пик на новую карту в ограблении. Карта очень классная. Мне понравилась. В общем, мы играем пиком Булл, Кольт и Гейл. И почти апнули тысячи кубков по жилому. Да и думаю, мне апнем. Об этом будет отдельный видос. Давайте я вам даже покажу, как нужно играть этим пиком. Потому что видос получился не очень длинным. Это наша катка, которую мы уже сыграли. В общем, смотрите. В самом начале игры Гейл ставит трамплин. Вы сразу же втроём летите. Кольт обычно идёт на правую сторону. Расчищает стенку, как сделал наш Кольт. Ну, а Булл идёт на сейф, конечно же. Ну, а Гейл идёт влево. То есть Гейл больше в дефе. Он дефает левую сторону. То есть ваша задача на Булле – это просто залетать на вражеский сейф и выносить его. Но вот тут очень жёстко они дефаются. То есть я ничего не могу сделать. Ну, а когда есть ульта, можно просто зайти вот так вот через правую сторону, как я. Просто взять туда и залететь. И всё. И обязательно нужно играть с пассивкой на скорострельность. То есть когда у Булла остаётся мало хп, он начинает ускоренно стрелять. И прожимайте хил вовремя. Всё. Изи победа. Вот. Просто посмотрите сами наши данные боя. Мы один раз всего лишь слили за все последние игры. То есть больше мы не сливали. Одни победы. А на этом всё. Спасибо за просмотр. Всем удачи. Да. Всем пока.